Дорогие друзья, утро доброе, 20 сентября у нас на календаре и начинаем очередной вебинар, посвященный вопросом зарубежной недвижимости. Сегодня мы будем говорить не только о недвижимости, будем говорить в широком смысле, о всех возможностях, которые она открывает. И я с тем, что я сразу представляю свою собеседницу. Это директор по стратегическому развитию холдинга эксперт групп Татьяна Генеш. Татьяна, здравствуйте. Филипп, добрый день, здравствуйте. Все, кто присутствуют, участники, зрители, всем добрый день. Желаю всем хорошей недели, прежде всего. И, наверное, немножко о себе. Да, пожалуйста. Обережаю, наверное. Меня зовут Татьяна Генеш, я являюсь руководителем стратегического направления в холдинге эксперт групп, в состав которой входят логистика направления, недвижимость, строительство, консалтинг и что еще? Ну и построение отделов продаж на базе девелопера. То есть это самые основные наши направления. Консалтинг, недвижимость, логистика и забыла аграрный сектор. Самое главное забыла про наши банановые плантации. в тех сферах, в которых мы базируемся. Отлично. Так, небольшое эхо у нас, но я надеюсь, что мы с ним как-то поборемся. Что-то у нас сегодня связь барахлит, такое иногда бывает, но ничего страшного. Несколько тем мы сегодня затронем в разговоре с Татьяной. Сначала мы поговорим немного об инвестиционной стороне недвижимости Турции, затем о получении гражданства и вообще о возможностях получения гражданства в Турции, потому что речь идет сегодня не только о возможности покупки недвижимости и получения гражданства через нее. И третья тема, которую мы сегодня затронем, я тоже с нетерпением жду этого разговора. Мне кажется, это будет очень интересно многим. Разговор о ведении бизнеса в Турции и о возможности переезда в Турцию со своим бизнесом. Собственно, компания Татьяны этим тоже занимается. Традиционно, да, запись вебинара будет. Это первый момент, который важно сказать. Второй момент, вы можете задавать свои вопросы в чате. Постараемся ответить на все. И я думаю, в чате мы сейчас как раз сразу можем публиковать контакты компании эксперт-групп, с холдинг эксперт-групп, с тем, чтобы кто имел желание, но имел бы сейчас времени, мог бы связаться с нашим экспертом чуть позже. Ну что ж, Татьяна, давайте тогда первый, наверное, вопрос. Недвижимость в Турции дорожает, это ни для кого не секрет. При этом сама экономика Турции сейчас находится, ну, со стороны, кажется, явно в нездоровом состоянии. Как эта ситуация видится с вашей стороны? И вот инвестиции в недвижимость в такое, в общем-то, нестабильное время. Что это такое? На что сегодня можно делать акцент? Пожалуйста. Наверное, хотелось бы еще добавить к тому, что, Филипп, почему я имею право говорить об этих вещах и рассуждать, и проводить аналогию, говорить причинно-следственные вещи, потому что я в Турции проживаю 18 лет и в бизнесе 18 лет. Первый наш бизнес, который был на территории Турции, это был текстиль. У нас сначала был швейный цех, потом была фабрика по производству джинсовой одежды, которые в дальнейшем, когда в состав таможенного союза Россия, Кыргызстан, Казахстан и Белоруссия вошли, тогда мы приняли решение выходить с этого бизнеса, но остались следующие ветви экологичного бизнеса, в которых мы развиваемся. Поэтому я Турцию наблюдаю 18 лет и считаю, что у Турции на данный момент золотой век. Вот буквально золотой век, все, к чему она стремилась долгие годы, все векторы, направления, все принципы и вещи, которые она предпринимала на определенных и в экономическом отношении, в социальном отношении и на уровне политических, геополитических взаимоотношений. Турция сейчас с этого пожимает большие плоды. Конечно же, ей помогло в этом во всем, также и ситуация, которая сейчас ситуативная, это в центре Европы конфликт, который происходит и идет, продолжается. Он создал факторы и условия, за счет чего в Турцию еще больше пошел этот спрос. Он увеличил этот спрос. Сказать о том, что в Турции есть кризис, я считаю, что это, знаете, больше извне разговоры те, которые пытаются дисквалифицировать Турцию вот в этом отношении, в том, что действительно она сейчас пожинает плоды. Потому что внутри в Турции экономика не является нездоровой. Бизнесы развиваются, бизнесы растут. Нацеленность на то, что, к примеру, говорится о том, что экономика страны, она нездоровая внутри. К примеру, даже на принципе того, можно сказать, а как тогда, а что мы можем сказать, когда о лире, которая постоянно падает, которая сейчас по отношению к международным валютам, даже по отношению к евро, который сейчас тоже, в том числе, под ударом нестабилен по отношению к доллару, тем не менее, она ниже этого происходит высокая девальвация. Но если мы вернемся к прошлому году, мы можем увидеть, что в некотором смысле это была игра правительства, в которой государство умышленно опустило лиру очень низко на своей же арене. То есть внутри страны, в любой стране, и вообще это только не страны, это как маленького отдельного государства, какого-то предприятия, компании, страны. Вот группа людей, которые решают какие-то глобальные вопросы, всегда, чтобы кардинально что-то поменять, нужно очень тяжело сначала ударить. Что-то сначала очень больно, а потом происходят какие-то колоссальные изменения. И в Турции в том числе. Если мы вернемся еще назад и проговорим момент о том, что была у нас пандемия, это тоже мировой кризис, то есть это начало мирового кризиса, и логистическая цепочка у нас вся порвалась по миру. Очень крупные логистические компании, они просто перестали существовать. Они обанкротились, кто-то ушел в тень, кто-то решил переждать. Но то, что поспособствовало как факт тому, что компании просто вышли из строя. И на их место должны были прийти, на открытые и свободные места должны были прийти другие какие-то новые компании, которые займут и станут лидирующими. И вот этой позиции Турция как раз-таки выбрала позицию, что она должна вот эти свободные ниши занять. Почему? Потому что геополитически она находится между Азией и Европой. Она в идеальном положении. И весь транзит логистики, который шел там, к примеру, через Китай, и когда один контейнер стоимость была тысяча долларов до Европы, до Америки, сейчас она 10 тысяч долларов, и очень дорого это все обходится, и она поломанная местами. И вот нужно было переквалифицировать все производство и переориентировать на Турцию. А нужно было переориентировать на Турцию, чтобы той же самой Европе или в мире, как сейчас компании переходят и релацируются в Турцию, нужно было создать условия. А условия создать на том уровне, который даже были еще 2-3 года назад, это было сложнее, потому что конкурировать с Китаем в этом отношении сложно, там рабочая сила очень дешевая. Что требуется для производственников, для мощностей, которые производят? Для них требуется в первую очередь хорошая лояльная система налогообложения, и второе – это капитализация труда, чтобы она была дешевая рабочая сила. Значит, нужно было лиру в том числе опустить на уровне, чтобы заработные платы здесь стали ниже, но тем самым болезненно, но привлечь сюда производственников, открывать свои мощности. Вот это произошло, и это мы наблюдаем, потому что насколько лира провисла в прошлом году, в ноябре, в декабре месяце, такое в экономике происходит, когда либо по миру идет, не по миру, а в этой стране военные действия, либо катастрофы, какие-то форс-мажор катастрофы, при которых национальный банк страны не может взять и удержать свою национальную валюту искусственную. Ее не удерживали, хотя кризиса, экономики никаких проблем не было. Поэтому в этом отношении с этим в Турции нет. Если говорить о недвижимости, если говорить конкретно о недвижимости, недвижимость в Турции развивается с 2010 года, бум недвижимости, как и по всему миру в принципе, не только в Турции, но и везде недвижимость стала развиваться. В этом отношении недвижимость начала, и строительные компании начали выбирать оборот. Сейчас уже на протяжении 12 лет. И эти обороты, они до 2015-2016 года были на подъеме, то есть они стабильно шли вверх показатели. Потом был кризис, потом была стагнация некоторая. И с 2016-2017, вот полтора года был такой стагнация, то есть развитие шло, но оно где-то тормозилось. А потом с 2017-го, второго квартала, ближе к 2018-й, пошел виток развития значительно быстрее, динамичнее. И это развитие идет до настоящего периода. А последний год... Так. Все-таки, продолжение про последний год отдельно. И вот если мы говорим все-таки о возможности заработать, недвижимость как актив, заработать или сохранить, какую схему вы сейчас видите наиболее реалистичной, учитывая в том числе события последнего года и в самой Турции, и снаружи? Вообще, я считаю, если начать, это все-таки глобально. Турция, она в глобальном мировом сообществе и идет глобальный кризис. Он так или иначе затрагивает страны по-разному. Кто-то к этому кризису был готов, кто-то не готов. И поэтому где-то, наоборот, сейчас стагнация, где-то рост, где-то упадок. Турция, она сейчас в росте. Но если, в общем, говорить на экономическом уровне, что происходит с недвижимостью, у недвижимости век бума сейчас. Почему? Потому что в любые кризисы люди начинают искать возможности, куда надежно уберечь и сохранить, спрятать свои деньги, финансы. И первое, это никому не секрет в мире, первая, самая надежная площадка, это считается недвижимость. Это заземление. На уровне параллельно идет это, это идут золото. То есть это золото, может быть, бриллианты, но больше всего золота. И третье, да, идут акции, облигации или же, да, акции, облигации, максимум. Все, больше ничего другого, собственно говоря. Все остальное, оно уже идет вот внизу. И получается, в том кризисе, в котором сейчас идет по миру, идет банковская система, она сейчас, в неком кризисе, в большом кризисе под утаром, люди, кто-то интуитивно, кто-то осознанно, кто-то от кого-то слышит. Но так или иначе люди начинают уводить денег с банков. Они уводят деньги с банков. Кто-то уводит в акции и облигации. Но так как сейчас вот этот перелом опять в мире и акции, пляж у нас то вверх, то вниз, они тоже не очень надежны. Люди от них осознанно уходят. Какую-то часть там замораживают. Но если мы говорим в процентном соотношении в 100%, это мелкий процент по отношению того процента, который люди вкладывают в недвижимость. Ведвижимость, век недвижимости, он еще 3 года, 3-4 года. До 26-27 года максимум. Потом по миру произойдет, банковская система урегулируется. Она займет опять надежные позиции. Какая она будет, какой передел у нее будет, мы можем только предполагать темы не об этом. Но недвижимость за счет этого, если говорить конкретно о Турции, она достигнет своего пика, потолка. И потом она начнет двигаться органически, стандартно, стабильно, на уровне 10% повышения в год. Продолжение все-таки тогда этого. Вот смотрите, то, о чем вы сказали. На недвижимости зарабатывают по-разному. Кто-то там сдает в аренду, кто-то покупает на этапе котлована, кто-то, что для недвижимости вообще считается крайне не типичным, покупает, ждет, через какое-то время продает. Сегодняшняя ситуация опять в продолжении того, что вы начали говорить. Как она, где вы видите этот потенциал для Турции? В Турции неорганически. Сейчас за последние два года цена выросла один к одному, то есть на 70, на 100%. Буквально, если еще в прошлом году, вот я добавила в презентации, там есть аналитика, в том числе и по Турции, и по странам в мире. К примеру, эту аналитику мы составляли в прошлом году. Я ее специально, осознанно вставила в презентацию. Для чего? Для того, чтобы можно было увидеть, вот Турция стоит, 80, цена на недвижимость, средняя стоимость, она от 80 тысяч долларов. Сейчас от 80 тысяч долларов по тем городам, в которых делалась аналитика, это основные города, это Стамбул, Анталия, Алания, Анкара, Измир, направление Бодрум. За 80 тысяч долларов недвижимости нет. Минимальная стоимость, она начинается в этих регионах сейчас на квартиры 1 плюс 1, 55 квадратных метров от 150 тысяч. Сейчас. То есть один к одному, буквально за квартал там 10-12 месяцев. Это произошло. Органически это происходит? Нет. Но такой бум будет еще происходить, продолжаться. Единственное, идет переток. Сейчас очень важно понимать, не все строительные компании, не все пулы, не все кейсы и объекты могут дать такую прогрессию. Есть кейсы, которые на фоне вот такого неорганического роста просто перенасытили уже, пошли в потолок. Они уже в потолке. В них можно вкладываться, то есть в центральной части Стамбула, центральная часть Стамбула, в ней недвижимость сейчас, она уже в потолке. То есть однокомнатная квартира, там 55-65 квадратных метров по стоимости 500 тысяч долларов. Она в потолке. Она надежная инвестиция. Вниз она никогда не пойдет. Это с уверенностью, говорю, с большого опыта. Но деньги приятнее, когда деньги работают. Не просто их так куда-то погрузить и надежно потом, чтобы продать и вытащить свою же сумму. Важно, чтобы они еще приумножались. Прироста там уже не будет. Нужно уходить в другие локации. К примеру, это новые локации, ведь там, где будет линия метро, там, где будет проходить канал Истамбул, который сейчас под вопросом. Но тем не менее, аэропорт Новый Стамбул построен, и там вот эта вся линия вдоль, она даст перспективный, хороший рост на протяжении еще двух-трех лет. Если говорить про Анталию, в Анталии этот рост, он только лишь в Алтенташи на данный момент. Перспективный рост, это район Алтенташа, либо же район, центральный район, там, где идет про инновации проекты. Но и то, там уже даже не все объекты абсолютно, только те в Алтенташи, это большое поле, не вспаханное, на котором с нуля сейчас все строится. Единственное, какие объекты там дадут хороший прирост и надежность, это те, которые максимально приближены к инфраструктуре городской. Дальше, там нет ни коммуникаций, нет ни канала, ни стока, ничего, то есть там будет антисептиками все обслуживание внутри. Поэтому это под вопросом ликвидность. Если говорить другую, хорошую ликвидность, в какую сторону можно уходить, это новый район Финики. В этом районе, это тот район, который не был еще изведан, в который осознанно управление мэра, мэрии города удерживало от развития туризма, удерживало от развития строительства и захода внешних каких-то туристов не из города, то есть турков туристов, инвесторов или внешних инвесторов. Сейчас поменялась голова управления, и они поняли, что надо входить в бизнес, этот район развивать. На первой линии сейчас там можно купить недвижимость 1 плюс 1 по 100 тысяч долларов евро. И эта недвижимость даст прирост как раз-таки в течение полтора года. То есть в год как минимум 35-40 процентов эта недвижимость даст прирост. Я правильно понимаю, что речь идет все равно о покупке недвижимости на стадии Петлована или покупке готового жилья с дальнейшим ростом. А в историю, связанную там с арендными перспективами, вы не очень верите? Вы знаете, как происходит у нас в компании? У всех нацеленность, наверное, абсолютно разная, но с опытом работы, если говорить вот ниши, которые мы занимаем, в нашей компании процентов, наверное, 60. Это все-таки инвесторские портфели, это все-таки инвесторы, которые заходят и хотят работать, которые на короткой дистанции в течение года-полтора вложили и получают доход с перепродажи, там, выхода. Это в основном, вот 60% такого у нас портфеля клиентского, 20% это все-таки даже больше, то есть это, наверное, 30% это люди, которые переезжают сюда и покупают жилье для себя, для жизни, либо же покупают для того, чтобы приезжать отдыхать, а остальное время эта квартира стояла просто как заземление денег. И только 10% это категория, которая готова вложить денежные средства для того, чтобы пассивно получать доход. Почему так? Потому что говорить о том, что в Турции хорошая доходность от сдачи в аренду, ну, это ни о чем. Здесь совершенно другая аналогия по сравнению с другими странами. То есть доходность, когда недвижимость стоит, грубо говоря, минимум 500 тысяч евро, а сдача в аренду ее 10 тысяч лир, там, 500-600 долларов в месяц, ну, окупаемость этой недвижимости, амортизация ее, там, более 15 лет, она неинтересна. Ну, получит человек доход, там, 10-12-13 тысяч долларов за год с этой недвижимости. А если он уведет деньги там, где есть возможность на короткой дистанции поиграть, то там он может заработать 35. Существенно-существенно. Просто есть компании, которым легче продать и просто потом человеку пообещать, что он будет зарабатывать с аренды, не рассказав ему альтернативу другую. Когда человек на это согласится. означает, что вы сейчас видите инвестиционный потенциал в определенных районах Стамбула, Анталии, сейчас попрошу, может быть, назвать у вас еще какие-то города, это объекты, не обязательно ориентированные на иностранцев, или они должны быть ориентированы на иностранцев, это объекты на стадии строительства, или не обязательно, это может быть объект, который уже построен. Вот некий портрет такого объекта и регион, на который вы бы советовали обратить внимание. Потому что, опять же, русскоязычный покупатель знает Стамбул, знает Аланию, знает Анталию. Ну, окей, Марморис-Бодрум. Огромное количество крупных городов, начиная с Анкары, там, Трабзона, Измира, они для нас неизвестны. Туда имеет смысл идти? Или все-таки нет... Вот ваш... Еще раз, портрет, портрет объекта. Портрет имеет специфику передвижения. В тем мире, в котором мы сейчас живем, все очень быстро, динамично меняется. Даже есть возможность говорить настолько уверенно в том, что есть пулы, есть объекты, которые интересны только в этом месяце. Через месяц, через два они теряют инвестиционный интерес. Почему? Потому что меняется очень быстро политика повышения ценообразования в компании, потому что заходит огромное количество очень быстрых инвесторов. За счет них, к примеру, очень быстро идет прирост. И то, что изначально компания планировала, уже даже через месяц, через два, может быть, совершенно другая картина. Последующим инвесторам это может быть уже неинтересно, и они уже ничего не получат. Хотя им будут говорить, что здесь будет доходность, потому что если мы аналогику посмотрим, аналитику, то обращаясь в любую компанию, все будут говорить одно и то же. Входя с карандаша в котлован, на этапе вывода и реализации, ввода в эксплуатацию объекта, доходность там 35-50%. Все это говорят. Но когда на деле, это совершенно по-другому. Здесь очень много принципов, факторов, которые влияют. Первое – это уверенность и как плотно строительная компания стоит на рынке. Как она давно на этом рынке работает. Какой у нее опыт. Какой у нее, скажем, бэкграунд. Что она до этого построила и какое там обслуживание. Потому что очень много, чтобы создать репутацию, нужно понимать, как себя ведет проект, который реализовала строительная компания через год, через два. Здесь огромное количество объектов, которые через два года, они уже просто рушатся. У них нет ни конфетки, ни интереса, ни пейзажа, ни хорошего обслуживания. Почему? Потому что не налажен менеджмент, не налажен внутренняя система обслуживания, ухода, эксплуатации. И здесь встает вопрос. Если ориентироваться чисто на иностранный рынок, на иностранцев, которые приехали и не понимают бэкграунда, а еще столкнулись с буфером в компания, которая их ведет, то они могут этот момент просто принцип упустить с головы. Им про него не проговорят. Но хорошо вкладываться туда, это вот, знаете, такой просто для всех пример. Нужно вкладываться туда, где в те объекты, где 60% это инвесторы турки. Не важно те, которые будут жить, не важно те, которые вкладываются в Санкары, со Стамбула видят перспективу. То есть этим людям нативно легче понять подвох и легче оценить причинно-следственные мотивы. Потому что они живут в этой стране, они понимают ее, они знают, как, на каких этапах, что происходит. Им легко посмотреть эту компанию, посмотреть ее прошлый опыт, посмотреть объекты, как они в эксплуатации, насколько они ухожены. От ухоженности и эксплуатации будет зависеть спрос дальнейший. Если, к примеру, возьмем, что уйдут все инвесторы с рынка. Ушли инвесторы с рынка. Неважно, по какой причине, по внутренней или по внешней геополитической системе, но вот сложились условия, при которых инвесторам стала Турция неинтересна, иностранным. Значит, чтобы продолжался спрос на эту недвижимость, эта недвижимость должна быть в спросе у внутреннего инвестора. А внутренних инвесторов очень много. То есть многие считают, очень часто сталкиваюсь с тем, что слышу о том, что, ну, конечно, приезжает много иностранцев, и они держат рынок, и благодаря им цены повышаются. Здесь и да, и нет. Смотря о каких объектах, смотря о каких районах мы говорим. Если, к примеру, говорим об Алании, то с 2010 года Алания развивалась чисто по принципу под иностранцев. Там 90% инвесторов – это иностранные, это Европа, это страны бывшего Советского Союза. И только лишь 10% – это внутренние инвесторы. Сейчас сложилась ситуация, при которой государство меняет вектор направления. Она говорит, Аланию развили круто, хорошие набережные, хороший город, все прекрасно, все, суда прекращаем, уходим в другие районы, которые еще не изведаны. Давайте те города развивать. За счет этого они берут, просто перекрывают ВНЖ. Легализацию, даже закупленную недвижимость, даже не говоря уже там за 75 тысяч, просто есть районы, сейчас в которых нет возможности себя легализовать. Значит, что получается? Получается ситуация, это только либо центральные районы, оба, Клеопатры, центр, а там очень маленький объем жителей, там он не резиновый, значит, туда все не могут уйти, значит, будет ситуация, при которых инвесторов вынуждают уходить с рынка Алании, иностранных инвесторов. Если они будут уходить с рынка Алании в сторону других регионов, а скорее всего, так и происходит, но уже это замечаем, значит, аланийская недвижимость должна быть интересна внутреннему инвестору. А чтобы она была интересна внутреннему инвестору, значит, должна быть адекватная цена для него интерес. А там цена... Тогда вы будете, не называя, может быть, конкретный объект. Да. Вот, соответственно, в вашем портфеле в настоящий момент, на 20 сентября 2022 года, есть какие-то объекты в Алании, в Анталии, в Стамбуле, не обязательно на стадии котлована, вполне возможно, они уже функционируют, которые вы считаете, там, 25-30-35 процентов рост цены в обозримой перспективе есть. То есть, именно так? Совершенно верно. То есть, у нас имеются офисы, если я сейчас говорю об Алании факты, это не значит, что в Алании нельзя работать. В Алании можно продолжать работать, но надо работать в ней очень-очень аккуратно для инвесторов, которые хотят на короткой дистанции получить доходность. Это очень ограниченное количество пулов и объектов, которые дадут эту доходность. Они есть, но их не так много. И не все подряд. В Стамбуле такая же история. В Стамбуле немножко больше таких предложений, потому что Стамбул все-таки мегаполис. И Стамбул финансовая мировая столица. Стамбул, он находится между Европой и Азией. Там огромное количество холдингов, штаб-квартир мировых компаний находится. Значит, туда, что бы ни произошло, как внутренний, так и внешний инвестор будет идти. Это локации, которые находятся в Бюйк-Чек-Медже. Это локации, которые в финансовом квартале. Это Кады-Кёй, это Умрани, это районы около Аташи-Хира. Но там есть своя специфика. Там сейчас очень много жилья, которым владеют цыгане и очень низкий слой населения. Тут же может стоять очень прекрасная какая-то высотка, суперсовременная, хорошо сформирована с внутренней инфраструктурой, объект. И тут же в окружении будут стоять вот эти трущобы. То есть там надо заходить тоже осторожно. Есть районы, которые формируются полностью с нуля по новому принципу. Это районы вдоль дороги, трассы, где сейчас будут проводить метро. Надо смотреть всегда госпроекты, городские проекты развития социальной инфраструктуры города. В какую сторону движется госнаправление города, то есть муниципалитет. Где у него основное количество объектов? Вот в Стамбуле они сейчас в стороне около аэропорта Нового. В Анталии такое направление это район Аутентаж, но в котором тоже надо быть очень осторожны. Не все подряд может принести доход и имеет более того не просто доход, там можно уйти даже вниз, там есть риски. И есть новые локации, которые, к примеру, между Химером и Кашем есть локация Финики. Первая набережная 10 километров, неиспаханное поле. Это аналогия 10 лет назад или даже 5-7 лет назад Алании и даже 4 года полностью в Анталии района Коньялты, когда набережной не было того, что мы видим сейчас. То есть все развитие идет туда. Земельные участки только сельхозназначения выходят на застройку. Они доступны, они недорогие и себестоимость строительства, которое сейчас дорогое, с себестоимостью земли позволяет увидеть цены тех, которых нет цен. Мы видели два года назад в Анталии, в Алании, в Стамбуле. Вы сказали Алания, Анталия, Стамбул. Собственно, это даже не вы сказали, я сказал, и вы сказали. Кроме этих трех районов, регионов, давайте назовем так, есть ли еще какие-то места, на которые вы обращаете внимание ваших инвесторов? Мерсин, Мерсин, но, к примеру, в Мерсине сейчас идет аналогия стопорения за счет того, что там огромное количество районов закрыли под легализацию. Да. Их закрыли. И развитие там идет, то есть там рынок, мы ездили в Мерсин, у нас было намерение открыть там офис, представительство, но не представительство, а именно офис, наше подразделение, но нас остановило то, что там, вы знаете, там ментально сложно. Вот любой бизнес, когда ты строишь, ты должен понимать в окружении, как он ментально будет органически развиваться. Там сознание людей, оно немножко, там очень много верующих людей, я никакого предвзятого отношения к вере не имею, но люди настолько мыслят прямо, что с ними взаимодействовать и развернуть их мышление вот на 180 градусов очень сложно для меня. То есть коснуться кадастроуправления, коснуться каких-то инстанций, нотариальных контор и все прочее, там с этим все сложно, и мы решили туда просто по этой причине не заходить. Там огромное количество населения курдов и сирийцев. За счет этого, то есть очень сложно создать микроклимат одновременно и Европы и мусульманства. Вот Европа и мусульманство очень хорошо уживаются и всем комфортно, и все себя чувствуют комфортно, удобно, к примеру, в Анталии, в Алании, в Стамбуле, в Каше, во всех регионах, даже в Анкаре, в Измире, но там она слишком плотно сжатая, понимаете, и там немножко сложно с этим, и мы увидели то, что нам неинтересна эта локация, но и, наверное, были правы, потому что на данный момент все регионы, которые начали развиваться вдоль моря новые, они сейчас закрыты под легализацию. Давайте заключительный вопрос в первой части и перейдем ко второй. Итак, есть инвестор, который, в общем, вы сказали, что 60% тех людей, которые к вам приходят, их изначальная история не покупка под аренду, а просто сохранение или, может быть, увеличение средств. Как вы в таком случае ведете работу? То есть понятное дело, что очень часто там один объект в Алании, он может стоить, ну, есть районы, где 150, есть районы, где подешевле. Получается, что нужно формировать какой-то портфель, то есть вложить сюда, вложить сюда, вложить сюда, если речь идет о более-менее больших, ну, таких солидных суммах. Вы знаете, мы разделяем, во-первых, если приходит человек, у него есть желание росту поиграть, где есть свободные денежные средства, никогда ни один инвестор не начинает с огромных сумм. Это нелогично, это неправильно, доверяй, но проверяй, и стоит сначала зайти там несколько, там, две-три квартиры, попробовать, поработать. То, что мы обещаем, то, что мы проговариваем и говорим, там, по протяжению, там, восьми месяцев, девяти месяцев, действительно, физически является достоверным и правдивым. Человек начинает на руках чувствовать эти свежие деньги, которые с плюс, там, 35%, и после этого человек уже легко доверяет и доходит до колоссальных сумм. То есть, можно начать там со 150-200, и можно потом выйти на миллионы долларов. То есть, очень постоянно это в практике происходит. Но здесь каждый раз мы можем уйти, к примеру, в этом месяце мы можем предложить и уйти с инвесторами в Алании в какой-то объект. Через два месяца в Алании уже будет на этот момент ни одного объекта, который был бы интересен. Это будет уже в Анталии. Либо же это будет Стамбул или будет совершенно другой регион. Может быть даже такое, что вот пришли деньги, вот они здесь, ну давайте, куда вкладываем? Мы говорим, подождите, ждем. Месяц, полтора, два ждем, разрабатываем, как только в поле зрения появился перспективный такой объект, мы сразу же в него вкладываемся. То есть, никто никуда не бежит и паровоз не гонит. В этом нет спешки и нет смысла, потому что здесь важно получить результат. И этот результат, он зависит от того, как брокер проработает. Это как акции, облигации. Никогда никто в спешке, то есть, говорит, подождите, сейчас вот надо подождать такой-то линии, чтобы она набрала, результаты там пошли на траекторию повышения, и после этого мы зайдем. Или вот здесь, наоборот, должно произойти снижение, и потом мы заходим в тот-то. Тут такая же аналогия, такая же правила игры. Окей. Ну, это все-таки еще уточняющий момент. То есть, правильно ли я понимаю. Вот, давайте сразу вопрос, тем более, что он по этой теме. Господа, вопросы вот именно по инвестиционной, по ценам, как раз уместно задавать сейчас, потому что мы чуть позже перейдем к ВНЖ. А вопрос такой, а как вы видите перспективы инвестиций в торговые помещения? Какие арендаторы могут быть наиболее востребованы? И какие площади лучше брать? Вообще, вы с Комком работаете? Работаем. Мы работаем как с земельными участками. Более того, мы даже, у нас есть кейсы, когда подключ строительство частных домов, ну, то есть, не жилых объектов, это мы только строим сами себе, а и в реализацию. А вот частные дома, взяв участок, к примеру, 10 соток, мы можем реализовать подключить строительство дома. У нас имеется архитектор, имеется команда. Коммерческие помещения в том числе, мы работаем, но с коммерческими помещениями это не одна и та же аналогия, как, к примеру, в странах СНГ. То есть, здесь коммерческие помещения, строительные компании, хорошие коммерческие помещения, перспективные коммерческие помещения никогда не реализуют. Они всегда их оставляют себе, потому что это золотой хлеб, который постоянно приносит доход. Выходят пулы на рынок только тех коммерческих объектов, которые окупают себя не менее 20 лет. Интересно это? Возможно. Неинтересно это уже думать инвестору. Возможно, если говорить именно от пассивного дохода, от себестоимости от аренды. Если говорить о том, что о повышении цены, но пока идет повышение цены до 27 года, эта недвижимость будет так же расти, а потом ее можно реализовать. Но опять-таки сейчас коммерческие помещения, вы знаете, с одним, 5 лет назад один из моих клиентов проговорил мне такую вещь. Тогда мне это было интересно, и сейчас я ее наблюдаю на практике. Придет время, когда коммерческие помещения уже никому не будут интересны. Почему? Потому что у нас все идет аналогия. Ну смотрите, в России сейчас какие, то есть весь ритейл уходит. Ситуация, хорошо, это сейчас вот глобально мы говорим, но это может происходить абсолютно везде. Сейчас Wilder Beers, по-моему, как компания, которая Marketplace очень большой, он набирает, он в Корпсе на миллионы продаж у них, Татьяна, владелец. То есть какие обороты они сейчас берут? То есть все уходит в офлайн, абсолютно все уходит в офлайн. Завтра, возможно, через несколько лет мы будем наблюдать ту историю, что коммерческие помещения в том виде, который есть, они будут неинтересны. Простите, хорошо, с ритейлом я, может быть, даже соглашусь, но, например, кафе, рестораны все равно это история. Или это как раз к тому, что вы говорили, что в Турции если это выгодно, то это уже у турка и он это никогда не отдаст, а если, ну, от 5% пожалуйста приходите и тут неважно 50 квадратных метров или 150 так спрашивают. Хорошие коммерческие помещения никогда из первоначальных рук не уходят. Никогда. А если даже сложилась ситуация, когда человеку, какому-то предпринимателю, бизнесмену срочно нужно продать коммерческое помещение, там, долговые ямы, еще что-то, проблемы семейные и все прочее, у него заберет его же окружение. Даже на всеобщее обозрение этот объект никогда не выйдет. То есть на всеобщую рекламную какую-то доску объявления, он не попадет никогда. Потому что это высоковыгодно. К примеру, на закрытых улицах в Стамбуле, в Анталии, там, в Алании, во всех, это аналогия одна, можно 10 квадратных метров купить буквально за 500 тысяч долларов. 10 квадратных метров. Казалось бы, что ты на этом разместишь, но тем не менее, это, а можно купить ресторан 200 квадратных метров по стоимости 500 тысяч и аренда у него будет буквально 20 тысяч лир. 20 тысяч лир это на данный момент тысяча долларов. Есть интерес, интересно с этим работом, интересно сдавать его в аренду, но 500 тысяч и доходность месяц тысячу долларов, то есть за год 500 тысяч долларов, 12 тысяч доходность. Нет. Есть более интересные площадки, вот если человеку не рассказать, инвестору не рассказать, у него есть такая идея, он идет с такой направленностью, он всегда работал так по России, к примеру, и там странам СНГ, и он с этой же аналогией, с этим же мышлением приходит сюда, говорит, мне интересно коммерческое повещение. И если напротив человек говорит, да, окей, хорошо, вот, 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 и не подскажет ему путь, скажет, а вот это не очень интересно, а вот это есть, смотри, оно более интересно. То есть, когда предлагают альтернативу, и она больше, интереснее, потому что все в сравнении, человек, который занимается бизнесом, для него важна капитализация, для него важно, сколько он получит. Конечно же, он рассмотрит, и если увидит в этом логику, он уйдет в это. И наши принципы работы именно такие. Окей, еще один вопрос, все-таки про Измир просят рассказать, буквально пару слов, есть ли там какие-то перспективные варианты, и вот... Измирш, он перспективный, конечно, он всегда был перспективным, это хороший город, комфортный город для проживания, единственный, один в нем минус, и почему, к примеру, он никогда не стоит выше в приоритетах с южной столицей Анталии, к примеру, Анталия и Алани, почему они ушли вперед? Потому что там климатические условия немножко жестче. Там короткий летний сезон, там ветреная очень погода, там холодное море, но очень голубое, прозрачное, и в зимнее время там очень много морской такой, ну, как бы, шторм, что ли, как его назвать, то есть ветер, порыв ветра очень сильный. За счет этого Измир менее интересен людям, которые и так со знойных условий там средней полосы России или там со стран СНГ или Европы, Польша, там Чехия откуда-то переезжают, хотят где большое количество солнечных лучей, голубое небо, теплая, комфортная погода. За счет этого вот он уступает региону южной столицы. Недвижимость там хорошая, недвижимость имеет хороший перспективный рост, но она дороже, она дороже, чем Анталия, она не имеет прямого выхода, кроме Алла-Чаты и Чешми, она не имеет, там виллы находятся, она не имеет прямого выхода к морю, если мы говорим по линии города. К примеру, самое хорошее жилье там находится в Барново, в этих районах, но если кому-то интересно с точки зрения, туда обычно уезжают с точки зрения образования детей, там очень хорошие университеты, и туда уезжают люди больше нацеленные, где больше всего состав нацеленный на Европу, потому что там все, которые поддерживают это тюрка, и они все время берут аналогию с Европой максимально. Да, хороший район, который можно также рассматривать, просто предложений там не так много, и предложений в сравнении с возможностями дороже, чем в Анталии и в Южной столице. Друзья, вижу еще вопросы по некоторым регионам, обязательно и про Газипашу, и про Мерсину еще дополнительно, чуть позже у вас спрошу. Татьяна, давайте поступим сейчас следующим образом, или сейчас ответите про Газипашу и Мерсину. Я могу ответить? Давайте, ответим про Газипашу и Мерсину, и потом перейдем ко второй части, а потом уже обратно к этим вопросам вернемся. Буквально несколько слов. Несколько слов о Газипаше. Газипаша – это линия вдоль моря, но ее минус того, что у нее нет прямого выхода к морю. В каком плане прямого выхода? Она на полускалах находится, там нет хороших набережных. То есть вся аналогия ментальности людей, которые идут с мыслями приобретения недвижимости, хоть для себя, хоть инвестиционно, то есть любая даже инвестиционная недвижимость, она завтра-послезавтра предназначена для конечного потребителя. А у конечного потребителя мышление около моря с прямым выходом, с доступностью к морю, хорошей набережной и все прочее. Этого в Газипаше нет. Обычный простой городок, который имеет условия, где есть свежие, хорошие овощи, фрукты, доступность транспортной развязки, ну и просто жить. Все, максимум. Все, что я могу сказать. У него нет каких-то таких ярких перспектив для хорошего развития. Ну и вот Мерсин, строительство новой атомной станции и появление новых рабочих мест. Как-то прогрессировали? Этот бум уже прошел, это еще 6 лет назад прошло. Конечно, когда атомную станцию начали строить, тогда определенное количество трудовых ресурсов, они увеличились в ту сторону. Совершенно верно. То есть они спровоцировали, они не то, что спровоцировали, они подвели, принцип подвели строительство атомной станции к тому, что освободились или появились новые рабочие места. Окей, дорогие друзья, Татьяна Генеш, компания Эксперт Групп, колдинг Эксперт Групп. Мы давайте перейдем сейчас ко второй части и сразу давайте сделаем так. Вторая часть нашей беседы, я даже вот слайд специально... Специально включил. ВНЖ-кородная станция по большому счету, что более, наверное, более-менее люди составляют. Это 400 тысяч и так далее. Тем не менее, я бы попросил где-то вторую часть нашей беседы, так вот давайте кратко проведем. Просто ваш взгляд на ВНЖ и гражданство сегодня, на возможности, на то, что явно, на то, с чем вы сталкиваетесь. Потому что, ну, еще раз повторю, там цифра 400 тысяч долларов, она вроде как у людей уже в мозгу. Поэтому буквально небольшой ваш монолог, чтобы мы закончили вторую часть и перешли к третьей. И так по ВНЖ и гражданству все, что есть сказать. Все, что есть сказать. Опять-таки, государство создало правильные условия, оно все правильно рассчитало и все к этому подвело, что благодаря условиям, комфортным, доступным условиям легализации через паспорт или же через ВНЖ усилило направленность притока и потока иностранных инвесторов. Это факт, это никто не может оспорить. И так, я думаю, будет продолжаться еще несколько лет, пока ситуация в мире опять-таки происходит. Теперь, хотелось бы только подтвердить. Сейчас 400 тысяч долларов стоимость турецкого паспорта. Было так, что несколько лет назад, там, 8 лет назад, это было более миллиона, и то мог один человек получить. Потом опустили до 500 тысяч, потом до 250 тысяч. Был колоссальный взрыв, бум на спрос турецкого паспорта за инвестиции и за недвижимость. Сейчас его увеличили до 400, но я уверена, в ближайшее время, там, максимум в разрезе одного-полтора года его увеличат еще быстро. Потому что тот спрос, который идет, он ни в коем случае не даст возможности, обойти возможность увеличить цену правительству. Они это видят и они пойдут на это. Я просто понимаю вот эту всю причину-следственную цепочку и уверена, что будет так. Поэтому, кто хочет, кто планирует, у кого прицел не на Турцию, потому что сейчас аналогия такова, что многие с прицелом только процентов 30-35 с прицелом для того, чтобы получить паспорт и жить в Турции. Все остальные это в основном прицел через паспорт Турции уйти дальше в Европу либо же в Америке. Возможности там легче, проще тогда, когда есть паспорт Турции. То есть, это тоже факты, которые влияют и многие через этот паспорт уходят дальше. У многих есть акции, облигации, счета в Европе. К сожалению, в той ситуации, которая сейчас, многие не имеют возможности доступа к своим счетам, акциям и облигациям. Но у нас есть уже пулы, которые люди, к примеру, три года назад еще получали паспорт Турции и сейчас уже мы изменили всю их легализацию в Европе на турецкие данные, на турецкий паспорт и с турецким паспортом они теперь имеют возможность в практике иметь обращаться, снимать, работать, ну то есть пользоваться своими счетами и акциями, облигациями в Европе. То есть это основная, тот, кто понимает это, кому это перспективно подсказали, они идут через, принимают для себя такой путь. Если же сказать просто единственное, 400 тысяч долларов, она цифра очень приятная и сладкая, но когда мы на практике этого касаемся, на самом деле не так много объектов и вариантов предложений, которые конкретно человек вкладывает 400 тысяч и за 400 тысяч долларов, за 400 он получает паспорт. На самом деле кадастровая цена и рыночная цена в Турции они отличаются, в разных регионах она где-то 50 на 50, где-то 30 на 70, то есть в Стамбуле она 90 и 10 процентов разница. То есть самый наименее большой разрыв происходит в Стамбуле, то есть практически один к одному и лидер в получении гражданства, то есть за инвестиции паспорт идет именно у нас в Стамбуле, не в Антарии, не в Алании, не в каком-то другом регионе. Кроме гражданства за инвестиции есть и другие возможности, по которым человек может получить тоже паспорт. Это либо открыть компанию и в компании открыть именно производственные мощности и производственные мощности загрузить официально на сумму 500 тысяч долларов. В таком случае можно также подать весь пакет документов, там немножко другая процедура, но тем не менее она тоже позволяет пойти на паспорт в семье до 18 лет, кто в официальном браке. Можно вложиться в акции, сделать вложение в акции в облигации именно турецких компаний, но сейчас они тоже очень лиревантные, они идут то вверх, то вниз, поэтому здесь нужно с осторожностью и на практике очень мало людей, которые идут этим путем. Можно открыть компанию и трудоустроить 50 турецких граждан себе в компанию официально, стоимость расхода на одного турецкого сотрудника в компании в районе где-то 7000 лир выходит, это социальный пакет и это минимальная заработная пласть, то есть если 50 сотрудников устроится официально, значит тоже можно подать документы на паспорт. И еще один момент это депозит в турецком банке, когда открывается счет в турецком банке и на этот счет можно положить сумму 500 тысяч долларов, США тело 500 тысяч долларов они несъемные три года, а дивиденды можно получать каждый год, но это не очень интересная история, в практике она работает редкость в данный момент, даже еще три года назад с этим была совершенно другая история, на данный момент банки так как уязвимы, я до этого говорила, люди боятся все-таки держать деньги в банке, и этим способом не все пользуются, больше всего все идут через недвижимость, потому что она дает сейчас максимальный прирост, без каких-то серьезных капиталовложений ресурсов труда, пассивно приобрел, через три года, когда недвижимость эту можно будет продавать, получается доход там один к одному бывает, смотря в каком регионе, смотря какой пол выбрать, что касается, это все, что касается гражданства, гражданство до этого года, процесс гражданства, он шел буквально полгода, через полгода уже был паспорт на руках всей семьи, подаются все документы через одного члена семьи, раньше это было только через мужа, потому что были условия за мужем, сейчас можно через жену, но единственное правило должны быть браки люди, то есть должно быть официальное обоснование их связи семейной, и дети до 18 лет, сейчас наплывом, который идет в этом году, получение, бывают документы, транзитные документы, которые мы делаем для подачи уже в Анкару на гражданство, раньше это все происходило, процесс одного месяца. У нас в компании, причем мы работаем таким образом, так как у нас есть консалтинговый юридический отдел, у нас есть и в Анталии, и в Стамбуле юридический отдел и два юриста, два адвоката, но и мы даже уже вот выбираем какую-то такую золотую середину, сейчас приходится какие-то документы делать в Анталии, какие-то документы в Стамбуле, перетусовывать на разных наших адвокатах, почему? Потому что колоссально загружены государственные структуры, и сейчас пакет документов, даже которые здесь там по основанию там это или недвижимость приобретенная или что-то другое, то есть раньше это было за один месяц, сейчас она удлиняется на три на четыре месяца, а дальше, то есть процесс еще ухода в Анкару и там рассмотрение, утверждение, он был три-четыре месяца, то есть сейчас это удлинилось, ну скажем так, до восьми, до девяти месяцев, то есть на практике мы сейчас видим именно такую историю. с мобильных телевизионных у кого-то выходят и не все могут сразу увидеть те вот эти нюансы, но здесь вся полезная информация уже технического характера, и если же лишь то, вы можете просто обратиться в статья, я думаю, что-то самое время будет опубликовать, и, кстати, давайте пока еще на три вопроса как раз ответим. Вопрос первый, чтобы получить гражданство Турции, необходимо купить недвижимость у гражданина Турции или продавцом, может быть, иностранец? Нет, однозначно приобретается недвижимость только лишь у гражданина Турции. Считается, что государство даже не хочет разбираться, то есть перспективно предположительно можно допустить, что если владелец иностранец, то есть махинационная схема, когда просто два человека иностранца договорились между собой, собственность с одного переписали на другом, но приток денежных средств в Турцию просто не произошел, а цель именно в этом, чтобы увеличить приток денежных средств извне в Турцию. Поэтому, чтобы не разбираться, не копаться и все прочее, они просто приняли принцип решения, что недвижимость от иностранного гражданина просто не подходит. Если покупается несколько объектов под гражданство, есть ли ограничения по срокам покупки? Например, можно ли купить три объекта за месяц или за год? Накопительный эффект создать? Накопительный эффект он всегда существовал. Здесь единственный вопрос удачи. То есть, предположим, можно купить сейчас один объект, можно через месяц, через два, через три и потом аж следующей весной. Но тут выходит новый закон, который говорит о том, что с этого момента, как в этом году было, с 30 числа мая месяца, теперь недвижимость под гражданство должна быть не на 400 тысяч, а, грубо говоря, там на 800 или на миллион. Только риск в этом. Все остальное можно по накопительной системе. Единственное, нужно правильно соблюсти всю процедуру именно юридической документации при приобретении. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди когда-то с кем-то где-то приобретали недвижимость, надеялись, что их недвижимость подходит по накопительную систему, обращаются с приобретением следующей квартиры и говорят, ну вот, я там планирую это под гражданство. Мы начинаем смотреть, как прошла процедура приобретения той недвижимости, которая уже есть в собственности, и мы понимаем, что она не проходит. Он-то купил, все хорошо, но она уже не проходит, потому что не провели всю процедуру правильно под гражданство. Там есть еще свои нюансы, которые нужно соблюдать и знать, как это сделать. Окей. С вашей точки зрения вопрос от нашей зрительницы. Наиболее выгодные города Турции для покупки недвижимости с целью получения ВНЖ. То есть, вот исходя из того, что те регионы, которые остались и те локации, вот если совместить первую часть нашей с вами беседы, то есть инвестиционная история и все-таки ВНЖ. Что бы вы порекомендовали? Не совсем поняла. Что значит инвестиционная и ВНЖ? Наиболее выгодные города для покупки недвижимости с целью получения ВНЖ, если я правильно понял запрос зрительницы. То есть, ВНЖ получить, но при этом говорим только о тех городах, где при этом еще недвижимость может и доход какой-то определенной. Два зайца одним махом. Одновременно, чтобы эта недвижимость не пошла в стагнацию и тем более не ушла вниз по цене. И второй основной мотив это чтобы эта недвижимость подходила также под легализацию. Окей, то есть, конечно же, есть варианты. Опять-таки, это центральные районы Алании, некоторые пулы, абсолютно не все, потому что многие пулы, многие объекты, они уже находятся на пике цены и там вопрос спорный, будет ли повышение, а не пойдет ли еще вниз. В Алании эта история сейчас очень активна, там надо очень аккуратно. Есть в Анталии районы, это центральные районы по реновации, это Мурат-Паша-Центр, это на данный момент это еще Алтынташ, но даже в Алтынташе мы для себя уже выработали стратегию, что мы максимум работаем по Алтынташу активно еще полгода. После этого тот объем населения, который есть в Алтынташе, и сейчас что сделали? Легализация ВНЖ, она будет по накопительной как только в каком-то районе 20% иностранцев будет превышать по отношению 80% турков, этот район будут перекрывать. Есть такое мышление, я очень часто слышу его на рынке от коллег, что это временная история, все это сделали для выборов, после того, как выборы пройдут, все откроют. Нет, я считаю, что этого не будет, если это завели, это будет продолжаться так. Его не изменят и не уведут. Это просто себя тешить какими-то надеждами, которые не подкреплены какими-то серьезными аргументами. Абсолютно. То есть почвы для аргументирования вот этого ответа не существует. Я считаю, что этот процесс будет только уходить в систему, что будет, как только 20% насыщения произошло иностранцев в покупке, будет район перекрываться. Так вот, Алтынташ – это тот район, в котором и так маленькое население. И получается, что вот это насыщение по нашим анализам, по нашим показателям где-то будет происходить ближе через полгода. То есть весной, где-то в апреле, мае следующего года там уже надо будет очень-очень осторожно, проверяя всегда анализ, смотря в население, перепись, а какой там сейчас идет, происходит. И у нас сейчас максимально мы стараемся, как только приобретаем недвижимость с иностранцами в Алтынташ, и мы стараемся короткий срок, чтобы можно было передать им ТАПУ, право свидетельства собственности. Если право свидетельства собственности передавать даже после марта, апреля следующего года, там уже риски, что люди не смогут себя реализовать. Вот это надо быть очень-очень аккуратным. Мы за этим очень следим. Есть районы в Коне-Алты, это золотой квартал, в котором насыщение еще очень-очень долго как не произойдет, но золотой квартал развивается по принципу дорогих объектов, там объекты выше 500 тысяч, там очень привилегированная публика, там ценник не пойдет вниз, там очень комфортно себя чувствовать, и в принципе этот район будет развиваться только по этому принципу вообще. Ну и новые районы, к примеру, почему мы ушли в Алтенташ, почему мы ее видим перспективу, мы наблюдали более полгода за этим регионом, там поле непаханное в плане как повышения перспективы цены, как легализации себя с точки зрения паспорта и ВНЖ. Там насыщение произойдет еще как далеко не скоро. Поэтому Стамбул, по Стамбулу та же самая ситуация в Стамбуле, только лишь на данный момент закрыты районы, в которых невозможно приобрести это СН-Юрт-Фатих, возможно, через некоторый период времени Белик-Тузу к этому придет, но это еще долгая перспектива, это года через два произойдет. Ну и центральные районы, там просто нет возможности насытить. Картал еще может пойти тоже под эту систему и Башак-Шехир. Все.